Лариса Юрьевна Акулова ведущий инспектор отдела профобучения и профориентации городского центра занятости населения. Родилась в Тюменской области. Семья, в которую воспитывалась Лариса, переехала на стройку в Новочубоксарск. Училась в пятой школе, с золотой медалью закончила. Поступила в первый институт, Московский институт тонкохимической технологии в Москве закончила. Я по первому образованию инженер-биохимик, второе образование. Так как всегда хотела быть психологом до даже поступления в первый вуз, я закончила все-таки здесь, заочное обучение прошла психолога. Вообще всегда говорят психологи, почему выбирают работу. Сначала решают свои проблемы в 16-17 лет, какие-то там неуверенности, самооценка заниженная. Может быть, и это был момент сначала. Пройдя некоторый период времени, поработав по первому образованию, поняла, что психологическое образование все равно нужно для лучшего понимания других людей и помощи им, конечно. Одним из учреждений, конечно, помощью психологической является Центр занятости, так как люди работу теряют, теряют уверенность в себе, чувство страха, тревоги очень много присутствует. И здесь работа непочатый край. Рабочий день начинается у нашей героини с индивидуального консультирования людей, ищущих работу и безработных граждан по выбору профессии или, к примеру, переориентированию. Также в Центре занятости населения имеется программа по трудоустройству детей в возрасте от 14 до 18 лет. Ведется первичная консультация школьников-подростков по выбору профессии. Где-то я присутствую на библиотеках, на предприятиях, может быть, куда-то с экскурсиями со школьниками, потому что профориентированная работа очень обширная, очень такая великая. Я говорю, у меня возрастные рамки, начиная с детского сада, в детском саду первые делала консультации, заканчивая пенсионерами. Выявление возможных сфер деятельности человека в соответствии с индивидуально-психологическими особенностями, интересами, состоянием здоровья, профессиональными навыками и требованиями на рынке труда. Все нужно учесть в помощи ищущему работу человеку. Во-первых, конечно, мы в первую очередь переориентировать должны и на востребованную профессию переобучить людей, которые потеряли навыки. Это длинный период безработицы, связанный с разными причинами у каждого, или с потерей здоровья. Они не могут по своему последнему месту работы, конечно, выполнять работу. И что-то надо получить новое, чтобы быть адаптированным в этих условиях. Так как очень много людей к нам обращается с профессиями не востребованными, а переизбыточными, как я всегда школьникам говорю, тройка профессий юрист, экономист, бухгалтер. Да, и люди себя найти в этом не могут. Конечно, они переобучаются, они легко соглашаются на переобучение. Быть психологом тяжело и в то же время очень интересно. Наверное, интересной может быть любая работа, если она правильна и осознанно выбрана. Особенно, чья деятельность предполагает творческий подход, как у Ларисы Юрьевны. Все же, какими качествами должен обладать психолог? Ну, здесь такие два психологических понятия есть – рефлексия и эмпатия. То есть надо понять и перенести ситуацию этого человека на себя, понять, почему у него такая ситуация произошла, его душевное состояние понять, конечно, и пропустив через себя не сильно глубоко, конечно, потому что это сказывается на собственном здоровье, помочь человеку. И эмпатия – это, опять же, его чувства соотнести со своими чувствами. Почему? Это вот и рефлексия, и эмпатия – два таких понятия. Конечно, доброжелательность, конечно, вежливость, конечно, хорошее настроение, ну и хорошо выглядеть, я думаю. О своей семье Лариса Акулова рассказывает с восхищением. Любящий и любимый муж Евгении и два сына – Егор и Елисей. Все на «е», – говорит с улыбкой наша труженица. Хобби много. Вот всегда, мои коллеги всегда говорят, что что бы тебе не интересно было, потому что я очень увлекающийся человек, во-первых, в творчестве, у меня очень много всяких поделок во всех направлениях. Я загораюсь любой идеей, и куклы шила, и батиком занималась, то есть делала какие-то, и шью, но не вяжу. Именно совместный отдых семьи мы очень много путешествуем. Мы прошли на теплоходах всю Волгу, мы были на Днепре, мы были на Кижи, Соловки, весь север. В общем, это наше. И сейчас у нас юг осваивается, мы Крым осваиваем. Отметим, что Лариса Юрьевна работает в Центре занятости населения города более 20 лет. Ее уважают коллеги, а руководство предприятия гордится таким сотрудником. Она встречает ищущих работу граждан и безработных с целью их профориентации, проводит работы по консультированию и работы по социальной адаптации безработных. Казалось бы, незаметная сфера деятельности с точки зрения статистики, подведения итогов, но очень важно с точки зрения как человека, так и работодателя. Потому что правильно определить профессию, наклонности специалиста, это очень важно, с тем, чтобы не люди не тратили свое время и деньги на непрофильное обучение и подыскать им ту работу, которая им по душе, которая им нравится. Вот это то, чем занимается этот специалист. Работает, как я уже сказал, более 20 лет. Естественно, отмечена наградами, как наградами муниципального образования, государственной службы занятости, так и федеральной службы занятости населения. На сегодняшний день мы представили ее на награждение почетной грамоты Министерства государства Российской Федерации. Надеемся, в этом году соответствующую награду этот специалист у нас получит. Лариса Юрьевна Акулова отличается душевной теплотой, искренностью и доброжелательностью. Она принимает активное участие в спортивной жизни предприятия города. Словом говоря, умница, красавица и большая друженица. Редактор субтитров А.Семкин